Для фельдшера Марины Ларченко октябрь – горячая пора. Каждый день она прививает по несколько десятков школьников. Вакцинация против гриппа и реакция МАНТУ проводятся ежегодно. Только что была туберкулинодиагностика у нас в сентябре месяце. У нас больше полтора года не было туберкулина в городе Ангарска, по всему городу. И вот сейчас нам только дали, и мы массово это все делали. Но тоже с письменного согласия. И у нас 91% уже в школе привит туберкулинодиагностика. И сейчас по приказу Министерства здравоохранения, то есть родители, если кто отказывается от реакции МАНТУ без консультации врача-офтезиатра, не допускаются в школу. Перед тем, как поставить прививку, медработник проводит полный осмотр. Измеряет температуру и проверяет горло. Затем школьники пишут согласие. И только после этого медик делает прививку. Когда дети старше, они более осознанные уже. Они понимают, что им куда-то надо идти дальше поступать, что эти прививки нужны. А маленькие, ну есть маленькие. Там бывает и чаще больше медотводов. У них и насморк, и кашель, ну там и все прочее. Ну то есть медотводы мы тоже учитываем. Подписав отказ от вакцинации против гриппа, родители рискуют оставить ребёнка без новогоднего утренника или отдыха на Турбазе. Ведь посещение любых мест массового скопления людей без прививки запрещено. Я ставлю прививки нечасто. Болею я очень редко. Ну и после прививок у меня обычно всё хорошо. Ничего, просто рука немножко болит, но привычно. Вакцина Савигрипп отечественная. По опыту прошлых лет препарат хорошо переносится и не даёт побочных эффектов. В этой школе будут привиты от гриппа более 800 человек. Это почти 70% от общего числа учащихся. И наверняка эпидемии гриппа здесь можно не бояться. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Дмитрий Новопашин.